Всем привет, друзья! С вами, как обычно, Олег и Валя из Египта. Мы сейчас находимся в бухте Сахал-Хашиш, в которой проживаем, в апартаментах отеля Gravity. Она расположена в 20-25 километрах от центра Хургады. И сегодня хотим вам показать в этом видео, что же здесь в Сахал-Хашиш происходит. Происходит что-то невероятное. Здесь построили кучу разных-разных локаций. Информацию толком нигде мы найти не смогли, поэтому пойдем сейчас вместе с вами смотреть. А здесь, говорят, будут соревнования, бег, плавание, велосипеды. В общем, нам самим это очень интересно посмотреть, так что, конечно же, оставайтесь с нами. Ну, а мы погнали! Вот такая огроменная бухта, в которой поставили надувные буйки, так как будут, я уже говорила, проходить соревнования по плаванию. Скорее всего, это будет на каких-то лодках. И вот, смотрите, какое количество буйков. Расстояние, которое нужно проплыть спортсменам, мы уточнили. Это ровно 2 километра. Вся набережная уставлена вот такими вот флагами. И фестиваль, соревнование или состязание называется Iron Man. Везде плакаты, есть даже фотозоны. А также вот там дальше будет выставка, на которую мы обязательно сходим, посмотрим, что же там будут показывать. Экспо. Экспо по спорту. Так что, ребята, нам самим интересно. Вот такие машинки ездят, естественно, за деньги, так как набережная длиной примерно в 6 километров в одну сторону. А вот лодки, про которые я вам говорила. И здесь отстроили прям почти целый городок с разными локациями. Здесь раздевалки, туалеты, души. В общем, тут очень много всего. Кто был в Сахалхашиш, то вы, конечно же, знаете, как здесь обычно пусто. Ну, а сейчас много людей. Смотрите. Вот здесь начинается старт по заплыву. Ребята, чтобы вам было понятно, вот, посмотрите. Вот здесь начинается отель уже Old Palace. То есть это вот самое начало такой набережной. Ну, а дальше фонтаны. За моей спиной логотип этого фестиваля Iron Man. Вот такая огромная буква. Таких две поставили вдоль. Одна еще стоит на Марине на мосту, куда мы с вами, конечно, тоже сходим. Так что фотозоны также присутствуют. Мы уже дошли до фонтанов. Кто не знает, это такая достопримечательность Сахалхашиша. Поэтому, если вы отдыхаете неподалеку, обязательно, обязательно посетите эти фонтаны. Слышу шум генераторов. Готовится диджей. Проверяет музыку. Куча фотолокаций. Есть даже фуд-зоны. И сейчас мы это с вами все будем смотреть. Установили огромнейший экран и сцену. И, как видим, стоят столы практически засервированные. Люди что-то там вот, еду же какую-то выставляют. Я так понимаю, здесь будет открытие фестиваля, который будет, наверное, происходить уже завтра. Ну, а здесь люди метушатся, что-то делают. В общем, подготовка идет полным ходом. Нашли карту этих соревнований. Как их назвать правильно, не знаю. Вот здесь у нас в Сахалхашиш начинается старт. Естественно, там же финиш. И смотрите, эта дорога длиною в 80 километров. В одну сторону, я так понимаю. Потому что, смотрите, аж докуда будут. Это или бежать люди будут, или на велосипедах. Ну, а сверху это по Сахалхашиш. Именно будут соревнования. Смотрите, там старт и финиш. Можно купить добавки пищевые для спортсменов. Вот такой вот плакатик. А я хочу посмотреть, чем угощает Сахалхашиш из еды. Потому что очень много издалека видно фудкортов. Так, а вот здесь, я так понимаю, расписание. Мероприятие с 16 числа по 18. А на выставке очень много разных велосипедов, байков, электрокаров. Вот вам, пожалуйста, спортивные принадлежности. В том числе, обувь. Ну, и разная-разная. Все-таки здесь красиво погулять по вечерам. Так что, кто будет рядом, повторюсь, обязательно посетите этот фестиваль и фонтаны. Здесь у нас... Не знаю, что это такое. Фасоль. Так, это фасоль. Все, мы поняли. Это рекламка фасоли. Логотипчик. Прям центральный офис сделали с диваном. О, есть велотренажер. Можно с себя попробовать. Испытать, так сказать, свои усилия. Вот здесь есть... Это беговые дорожки такие интересные? Да-да-да, не забывайте, ребята, это спорт-экспо, как-то так называется. Ого, какая дорожка мощная. Слушай, вообще круто. Я таких и не видела. Hello. Окей, thank you. Людей много, все фоткаются, ходят довольные. Ну, конечно, такое событие происходит раз в году в Сахово-Хашиш. Ветерок задувает. Люди кушают, сидят. Отсюда вижу еда. Не знаю, интересно. Вам интересно показывать еду? Снова велики, одежда. В общем, нам, в принципе, интересненько тут побродить, порассматривать. Ну, а люди даже что-то покупают. Ой, какая маленькая электромашинка. Классно. Супер. Вот на такой бы по набережной поездить, порассекать. Снова добавки для спортсменов. Я так понимаю, протеины разные и тому подобное. Самокаты. Ну, вы знаете, так от нечего делать. Здесь интересно погулять. О, какая машинка. Крутецкая. Новенькая. Прям вообще с этикеточками. Ремонт велосипедов. Да, вон что-то. Мужчинка подпиливает. Я так понимаю, здесь все это можно и приобрести. О, даже чехлы для колес. Не видела, что такие бывают. Ого, какой шлем. Прикольно, да? Так. Сколько же людей задействовано в этой выставке? Здесь. О, так это логотипы Айронмена. Класс. Можно купить себе на память. Сумочку. Регланчик. Кофточку. 500. А, 21 доллар. Ого-го. Полотенце. Кепки. Ну, честно говоря, цены. Кепка 8 евро. 8 долларов или 8 евро. Скажем так, немало. Футболочки я даже не буду спрашивать, почем. Мне они вообще не нравятся. А вот белую такую ковтынку я без капюшона прикупила. Крутые мерчи Айронмена. Чашки, магниты. Интересненько. О, даже блокноты есть. А мы уже будем отсюда уходить. Если вы любитель или профессионал в спорте, то вам сюда. Здесь однозначно есть что посмотреть. Но я так понимаю, здесь уклон больше на велосипедный спорт. И мы надеемся, это видео было полезно и интересно для вас. И, как всегда, из Египта с вами были Олег и Валя. И все будет Украина. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»